всем привет сегодня хочу поделиться с вами радостью какая прекрасная орхидейка у меня зацвела как она себя чувствует и сколько я ждала этого цветения посмотрите это орхидейка ко мне попала в руки ровно год назад ее хозяйка переслала мне так как она никак не хотела цвести это азиатская колода покажу ой приросло смотрите бирочка даже приросла от микки корнями приросла бирочка ну ладно не буду доставать я ее пересадила со мха на перевела на кору вот эти микки орхидаз колода твинкли это ее первое настоящее цветение она была приобретена в размере 1 и 7 вот как она выросла посмотрите этот листочек чем-то повредился я ее даже боюсь мыть так как попадет флага такое растение как увидела цветочки сказочные сейчас я вам буду показывать эти цветочки для начала покажу листочки и корешочки видите корешочки у неё там есть и и полила вот на дно горшочка на подставочку налила водички и она снизу пьет а теперь показываю вам сам цветочек смотрите смотрите какая это прекрасная очаровательная орхидейка сейчас на виду свет смотрите какая она красиво темная восковая я зачем чисто белый это небольшого размера цветочек но он очень-очень красивый она распустила у меня три цветочка еще один будет бутончик это ее первое цветение после фласки вот такая замечательная колода у меня расцвела птичка на с другой стороны видите какой цветочек красивый и само растение тоже очень хорошо себя чувствует я ее не хочу двигать боюсь потерять этот цветоносик он сейчас у меня сторону растет я хочу вставить палочку и немного и и выровнять сейчас попытаюсь вместе с вами это сделать я взяла такую деревянную палочку вставляю край горшочка тут корешок вот ведь чтобы не повредить его и палочка поломалась ничего не хочу повреждать вот так а теперь прищепочкой вот такой щепочкой зафиксирую цветоносик как это мне удастся вот в этом месте сейчас покажу вам что получилось как красота лампу посвечу эти какая прекрасная колода ты колоды можно любоваться постоянно такое красивое растение у меня была большая колода но не азиатская а это азиатская колода она немножко другая чуть-чуть мельче но очень красивый цвет у нее если вам попадется колода берите и несомненно она очень аж черная то считается черная орхидея любуюсь вместе с вами не могу даже слова сказать в ответ этой колоде вот ее подвязала зафиксировала цветоносик она теперь у меня будет не вниз смотреть а вверх теперь я эту колоду помещу на палочку она у меня здесь будет прекрасно себя чувствовать я буду не периодически любоваться сейчас я вам покажу не менее красивый цветок солга дивен смотрите какой он чернильный красивый цвет имеет эта орхидейка тоже очень красивая но у нее появилась проблемка она начала сбрасывать цветочки два три цветочка сбросила и вот этот вот подвял и это произошло очень быстро нужно разобраться что с ней не так и помочь этой орхидейке остановить сбрасывание цветов для того чтобы понять что с этой орхидейкой нужно осмотреть корневую систему что мы сейчас и сделаем я возьму поднос и посмотрим что с этой орхидейкой возьму двойной горшочкой посмотрите корневая у нее хорошая отчего жена сбрасывать цветочки шейку посмотрим засохший листик а под листиком черноты нет нет вот он бомбочка торфяна надо вынуть вот этот горшочек которые вращивают в фласках торфяной горшочек нужно вытащить чтобы ее не пересаживать я поступлю на следующую верхнюю часть грунта освобожу так легонечко вытруси немножко и постараемся пинцетиком достать горшочек торфяной он у нас корешочек зажала эти пластмассом штучкой аккуратно нужно вынимать это долгий процесс но его нужно вынуть и зачистить желательно листики которые уже почернели и вот в горшочке они остались вот ведь вот такие вот старый листочек его нужно убрать не делать не допускать загнивание корневой системы если это все оставить она будет влажность повышенная к шейке и начнется чернота на самой шейке вот этот корешочек он не живой он уже никакой функции для орхидейки не несет я его срежу вот этот цветонос сухой тоже срежу и уберу я думала не вынимать из горшочка но не получается чтобы вынуть торфяной стаканчик нужно растение вынуть из горшочка и осмотреть корневую систему по другому нет возможности так как корни сильно сплетены и разобрать их удастся только вынув из горшочка растения эта орхидейка имеет вот такую богатую корневую систему но она также имеет этот торфяной стаканчик который нужно убрать из-за него не поступает свет корням и сильно увлажнена шейка и вот посмотрите начала чернеть немного видите шейка в этом месте возле цветоносца и вот возле корешочка я увидел вот этот торфяной стаканчик обязательно нужно убрать как его убрать нужно разрезать пластик нескольких местах стараться не повредить корешок вынуть вот эту защитную коробочку и так медленно говорю потому что я все делаю и не могу и говорить и делать если бы я кто-то делала я говорила было бы по-другому я разрезал этот пластиковый стаканчик на кусочки по-другому вынуть его невозможно было теперь освобожу цветонос от палочки и будем освобождать торфяной стакан как его убрать легко и убирать прижал и убрал легко вынимается в данном случае он не мокрый слишком но здесь абсолютно не можно пинцетом помочь это долгая работа надо аккуратненько стараться не повредить шейку и корешочки корни нужно оставить как можно больше зачистить это все видите какая сильно набитая спрессованная по моему кокосовое волокно очень влага емко набирает себя очень много влаги и она в данном случае не будет просушки и шейка начнет загнивать может даже из-за этого цветоносы орхидейка начала сбрасывать было слишком много влаги сейчас мы разберемся дальше может еще из-за чего-то все с этой стороны нужно убрать мукно все что-то немножко попалась сейчас а дальше до чищу и покажу вам что я буду делать дальше видите в этих местах корни более влажные и светлыми желтые не просыхали эти корешочки на концах зелененькие ну в общем корни неплохие вот эти плохие нужно обрезать там я не перегнулись сейчас вам продолжать с этой орхидейки я сняла вот такое количество корней вот эти концы вроде бы были хорошие но они основная у основания были мокнущие и я приняла решение что их нужно снять чтобы орхидейка не тернулась а корней на ней осталось достаточное количество посмотрите какое хорошее количество некоторые еще вот тоже плохие но надо подождать чтобы они показали сами себя вот в таком состоянии эту орхидею я оставлю на некоторое время беру стаканчик двойной беру стаканчик двойной здесь водичка та которая она стояла чуть-чуть видите на дне стимуляторы никакие не буду ставить просто с открытой системой корневой я оставлю ее в этой водичке на некоторое время и понаблюдаю за ней что я с ней буду делать дальше я вам расскажу в следующем видео а пока ее оставим в покое пускай она стоит на полочке и будем за ней следить в эту кору я ее сажать не стала так как я здесь поковырялась и нашла некоторых вредителей сейчас если увижу вам покажу вот осмокот есть это удобрение которое долгое оно 9 месяцев 6 месяцев может быть вот видите еще один осмокот то есть ее удобряли и тут я нашла еще вредителей и живые микроорганизмы ползали по земле сейчас что-то они замерли я их не вижу ну ладно эту землю применять не буду я ее выброшу не землю а кору вот видите ползет какой-то какой-то вредитель значит нужно обработать эту орхидейку сегодня я обрабатывать не буду так как корень влажный и я повредила обрезала небольшое количество корней вот видите даже яйца вроде вот это белый если я посажу в эту кору орхидейке будет нехорошо этот торфяной стаканчик вот еще один вредитель видите я сняла это уже плюс пойдет на ее выздоровление хочу вам показать еще результат как я хотела спасти орхидейку которая пропадала черная гниль у нее была на стволиках ну к сожалению не получилось орхидейка гнить остановилась перестала гнить но сам листочек засушила и он начал пропадать конечно в таком состоянии она уже жить не сможет вот видите даже отпала верхушечка это уже выбросить хотя вон видите зачаток зеленушечки есть блин зачем же я оборвала а вдруг бы что-то получилось вряд ли я наверное оставлю вот этот кончик поставлю сверху на грунт и буду наблюдать засохнет он или продолжит какой-то рост здесь подсохло все в этих местах вот набухшие где-то я видела почечки ну вряд ли но вдруг а вдруг не буду выбрасывать оставлю сверху на кору поставлю и буду наблюдать и вот второй эксперимент я тоже проводила с листочком такой же орхидейка пропадала у меня видите а это полностью начало засушивать еще дальше и гниль пошла прогрессировать лист пошел пятнами и желтизна от серединки листа если хотя бы с другой стороны с конца она от серединки листа такой лист спасти не удалось это я выброшу теперь у меня еще есть орхидейка вот смотрите миничка она вроде бы росла и растет сейчас посмотрите вот молодой листик показался ну что я не заметила вот этот лист мне не нравится какой-то поерзанный еще я не обнаружила вот видите листик почернел нужно срочно разобрать ее это тоже азиатская орхидейка они эти азиатские орхидейки очень капризные ну надо же с ними как-то научиться ладить сейчас я ее выну из коры и попробуем о видите какие тут корешочек слабенький обрезать я его не буду вот этот обрежу этот корешочек обрежу вот и вот этот тях тяжей вот этот листик бы почистить и посмотреть такая чернота пошла ужас надо же как-то ее спасти это белоснежная орхидейка миничка набитая набитая это как красиво смотрите что получается видите я снимаю этот лебесточек и чернота сошла вместе с ним боже какая радость может как раз он будет расти и вот этот надо еще снять листик сухой тут был листик он не выжил сейчас света больше наверху чтоб видно было так попробуем спасти эту мини орхидейку я видела как она цветет это замечательный экземпляр орхидейки неужели удастся чернота ушла вместе с тем кусочком листика может это все таки не гниль этот лист мне очень не нравится вкусами какой-то неужели его кто-то ест вот этот листик надо снять о это удалось снять будет доступ кислорода какая красота если бы я оставила ничего хорошего не было тогда срежу сейчас я очень рада за нее смотрите какая прелесть слабенькая но сказочно она была выпустила цветонос но цветонос засушила свой вот видите вот в этом месте был цветоносик она его засушила и он не развелся я его срезала вот тоже какая-то гниль немножко так да видите ну молодой листочек она пустила и корешочки у нее есть я ее оставлю также в открытой системе вот эти кусочки коры вот эти кусочки коры я оставлю так как они хорошего качества крупной фракции и эту орхидейку которую я зачистила я сажать ее не буду просто оставлю до утра до завтра сверху на коре она полежит подсохнет корневая система и надо будет обработать ее от вредителей видите какой лист неправильной формы поставлю ее на полочку до утра и ничего не будет корни очень влажные зеленые будем надеяться на ее выздоровление итак на этой полочке у меня стоит здесь колода это не реанимашка и две орхидейки с открытой системой завтра продолжим с ними действия вот эта орхидеечка и маленькая белоснежка она цветет на рисуночке примерно это две азиатские орхидейки их нужно будет протравить но для начала просушим здесь у меня на полочке также стоят биглипчик беленький он продолжает свое цветение у него еще бутончики не открытые есть сакраменто очень красивая орхидейка и вот такая прекрасная чармер чармер цвет свой не меняет хоть она и дольше долго цветет но желтизна не уходит не белеет не бледнеет ничего от сакраменто открывает еще один цветочек спасибо всем за внимание видео получилось очень длинное но познавательное всем удачи всем пока и и и и и и и и и